Ну что, друзья, мы решили с утрица ломануться в Майя-Софию, прошвырнуться по ней после того, как она стала мечетью, туда вход свободен. Мне для посещения мечети надо покрыть голову, я надела катушон предусмотрительно. Ну все, идем внутрь. Самое интересное, что юбку надевать не обязательно, можно даже в штанах пойти, вот меня тоже в штанах пропустили, так что тут все норм. Для входа в мечеть надо разуться, взять тапулечки, поставить на специальную полку. Все, можно идти. Друзья, если приходить сюда не рано утром, а чуть попозже, вы встанете в такую очередь, что будете полтора часа стоять только на вход. Смотрите, друзья, тут на полу разметка для молящихся. И вообще мы заперлись на женскую часть. Ну ладно я, Анатолич. Анатолич, ты что тут делаешь? Иди отсюда. Айя-София Айя-София, это был православный собор во времена Константинополя, во времена византийских императоров. Но после того, как турки-османы в середине 15 века захватили Константинополь, Айя-София превратили в мечеть. В 1935 году его сделали музеем, но вот буквально в этом году обратно превратили в мечеть. Из-за этого были какие-то там скандалы, терпки. Но зато теперь нам, простым туристам, из-за того, что это мечеть, вход сюда бесплатный. Друзья, смотрите, видите, тряпочки висят. Приближаем. А там нимб. На самом деле там изображение Богородицы с младенцем. Как вы понимаете, это христианская символика, оставшаяся с давних времен. Но поскольку это теперь мечеть, видите, вот мечеть. Получается, что стереть нельзя, это историческое наследие, а зависеть тряпочками необходимо, потому что это мечеть. И вот он прям находится над нимбаром, это куда поднимается имам, в торжественных случаях, насколько мне известно, чтобы речь держать. Ну вот, и прямо над ним находится изображение христианское с нимбом. Поэтому вот так вот пришлось поступить. В исламе запрещено изображение лиц, людей, животных. Но тоже историческая ценность. Это ангел, видимо, был. Но лицо у него закрыто, лицо запрещено. Поэтому, видите, все в растительных и геоэпметрических орнаментах. А лиц нет. Лиц нет. Друзья, посмотрите, как тут протерто. Не знаю, как вам показать, но здесь углубление. Вот. Вот это верх, а вот это низ. Как бы так продемонстрировать, что тут дырища просто огромная. Вот она, вот она. Обалдеть. Вот так вот все вытерто тут ногами. И вот там тоже. Вот смотрите тоже, друзья. Вот мечеть. А вот изображение христианское. И если мы немножко приблизим, вы заметите вот белую тряпочку внизу, привязанную на веревках. Ее как парус поднимают. Когда здесь происходит молитва, на намаз закрывают изображение тряпочкой. А так оно остается. И когда приходят туристы, тряпочку отпускают. И мы можем прикоснуться к истории. Говорят, из-за того, что здание подверглось землетрясению. Тут, кстати, недавно тоже было землетрясение. Пришлось его подпереть вот такими контрфорсами. Не, здание подверглется, наверное, подверглется. А купол разрушился. Купол разрушился из-за того, что здание подверглось. Чего непонятного? Мужики, мужики торопятся на молитву. Бегут, бегут. Давай я Софию, бегут, призывают. Народ на машинах подъезжает. Какие-то шишки приехали. Все бегут. Туда их пропускают. Вон они там щемятся. Там поет Муэдзин, там призывает. В голубой мечети. Переключаемся. Теперь Вая София поет.